Добро пожаловать на мировое влияние, добро пожаловать в кампус университета Урала Робертса. Сегодня мы говорим о новом поколении. Социологи называют их поколением Z. Мы будем говорить об этом поколении и о том, как оно призвано быть поколением поклонников. Я верю, что это новое поколение людей, родившихся с 95-го года, навеки изменит поклонение. Если во время этого выпуска Бог прикоснется к вам, или вы захотите узнать больше о поколении Z, то почему бы вам не зайти на наш сайт? Я бы хотел услышать вашу историю. Если вам нужна молитва, напишите нам на сайте. Наша команда помолится за вас, чтобы Бог послужил вашему сердцу. Оставайтесь с нами. Я иду в наш студенческий центр. Сегодня мы будем говорить о поколении Z. Поколении поклонников. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Мы хотим поговорить о поколении Z, вашем поколении и поклонении, но прежде чем перейти к этому, мы поговорим о поп-культуре. Возможно, это не касается вас лично, но я не имею в виду вас и кого-то еще. Это кто-то другой, кого обожают в вашей культуре. Бейонси или, например, Королеву Би. Кардашьян. Всю их семью. На то есть как хорошие, так и не очень хорошие причины. Но вы знаете об этом. Я считаю, что мы ищем связи с людьми, которые находятся на самом верху, вроде Леброна, Бейонси или Сирены Вильямс. Они первые, и это неспроста. Мы хотим быть первыми в чем-то. Какими вещами одержимы поколения Z? Модой. И это одна из главных вещей. Все мы одержимы тем, как они выглядят, что они ощущают. Социальные сети, они захватили мир. Мы пытаемся быть идеальными во всех сферах нашей жизни, и мне кажется, что это принесло больше вреда, чем пользы. Мы постоянно сравниваем себя с другими людьми. Каждый хочет показать что-то новое. Когда ты начинаешь сравнивать свою жизнь с лучшими моментами других, чувствуешь пустоту. Как ваше поколение может использовать социальные сети во благо? Это весьма серьезный инструмент. Все наши пастыри сейчас есть в ноутбуке, в телефоне. Мы можем увидеть их в любой момент. Нам не нужно идти в церковь, чтобы быть церковью. Я считаю, что люди стали более открытыми благодаря Ютубу и Инстаграму. Там есть влиятельные люди, которые говорят, я люблю Иисуса. Да, ваше поколение любит поклонение. Мы видим невероятное движение поклонения. Что такое поклонение практически? Я считаю, что это признание Бога тем, кем Он является. У нас есть служение поклонения. Мы любим петь песни поклонения, и это все часть поклонения. Но я считаю, что это жизнь подчинения Христу. Поклонение — это не просто пение песни или посещение церкви, но служение в церкви. Это когда мы идем в Уор, чтобы подготовиться к тому, что Он имеет для нас. Это также поклонение. А как вы или ваши друзья поклоняются Богу лично? Я уделяю ему время в молитве или в чтении Слова Божьего? Это посвящение в личное время. Это может проявляться в том, когда я уделяю ему время, посвящая у себя тем вещам, о которых просит Он. Как выглядит поклонение вашего поколения с другими? Отношения, дружеские отношения. Иисус сказал, что мир узнает о том, что мы его ученики благодаря тому, как мы любим друг друга. Я считаю, что наше поколение жаждет пробуждения. На каждом собрании и служении мы ощущаем что-то, что похоже на пробуждение. Я верю, что лидер поклонения играет важную роль в том, как проходит поклонение. Кроме того, их жизнь за пределами поклонения и лидерства также влияет на других. Это очень-очень важно. Я считаю, что эта атмосфера становится возможной лишь благодаря тому образу жизни, который следует перед ней. Это наше положение до поклонения. Я вспоминаю стих, где сказано «Блаженно жаждущие правды, ибо они насытятся». Я считаю, что поколение Z столкнулось с серьезной проблемой, вещами, которые отвлекают вас. Вы можете видеть все и везде. Вы весь день можете сидеть в телефоне и не увидеть всего. Какое благословение, когда мы можем забыть обо всем этом и сказать «Иисус, сейчас 30 минут или час, я буду лишь с тобою». Я считаю, что это невероятное благословение. Оно выпало поколению Z. Если вы это поймете, это принесет помазание всему народу. Сегодня на нашей передаче я буду говорить о самом влиятельном поколении, какое только было на Земле. Я имею в виду поколение Z. В США есть несколько поколений, которые выделяют социологи. Есть величайшее поколение — это люди, которые родились до 45-го года. На них повлияла Вторая мировая война. Они были ядерной семьей Америки и жили в лучшие времена США. Затем были бэби-бумеры. Я один из них. Это люди, которые родились с 45-го по 60-й год. На них повлияла холодная война с СССР, убийство Кеннеди, высадка на Луне, Вудсток и сексуальная революция. Далее следует поколение X. Мой сын относится к этому поколению. Эти люди пережили конец холодной войны, первый ПК, взрыв Челленджера, дети, чьи родители вечно на работе, и волна разводов в 70-х и 80-х. После них идут миллениалы. Вы много слышали о них за последние пару лет? Они стали частью нового миллениума, война в Ираке, соцсети, видеоигры и реалити-шоу. Все это было в последние несколько десятилетий. Это подводит нас к поколению, о котором я хочу поговорить сегодня. Социологи придумали много названий для этого поколения, которое появилось за миллениалами. Я считаю, что лучшее название — это поколение Z. И говоря об этом поколении, мы должны понимать, что повлияло на них. Не забывайте, что это поколение жило во времена атак 11 сентября в мире, наполненном террором, перестрелки в школах, в церквях. Это окружает их каждый день. Это поколение, которое пережило экономический кризис 2007 и 2008 годов. Это поколение жило во время создания айфона. Оно сконцентрировано на глобализации. Оно поглощено технологиями. Их называют цифровым поколением, потому что с самого рождения они окружены технологиями. Я хочу поговорить об этом поколении сегодня. И давайте вспомним для начала, что сказано в книге Екклесиаста 1 главе 4 стихе. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. А в Деяниях сказано, что Давид послужил Божьей цели в своем поколении. Бог есть Бог поколений. Он заинтересован в этом поколении, которое называется поколение Z. Дет. Давайте рассмотрим этих людей, которые родились после 95-го года и с которыми вы встречаетесь сегодня в мире. Они технологически продвинуты. Они активны. Они предприимчивы. Они глобально связаны. Они желают изменить мир. Они прагматичны или практичны. Они принимают все расы, и они индивидуалисты. В духовном смысле я считаю, что они без излишеств. Они хотят правду, ясность, цель, аутентичность, практическое христианство. Они жаждут чистоты и Божьей славы. Я верю, что Бог поднимает новое поколение духовных священников, которые вернут священство, представляя человека перед Богом и наоборот. Это поколение будет ходатайствовать, будет поклоняться Богу со страстью и чистотой. В этом цикле о поколении Z мы будем рассматривать людей в Библии, которые связаны с поколением, о котором мы будем говорить сегодня. Во-первых, мы поговорим о Садоке. За всю свою жизнь я не слышал проповеди о Садоке, но учитывая то, что поколение Z является новым поколением поклонников, я считаю, что Садок — отличный пример. Имя Садок означает «праведный», «справедливый» или «оправданный». Он был из рода священников и сам стал первосвященником. На самом деле, Садок положил начало новому роду священников в Израиле. Давайте рассмотрим этого Садока. Он помог перенести ковчег в Иерусалим, во дни Давида. Он установил поклонение в доме Давида из Киния, которую поставили на горе Сион перед строительством храма. Когда Давид бежал от Ависсалома во время бунта, Садок остался верен Давиду, даже несмотря на харизму Ависсалома. Садок остался верен Давиду, когда Адония захотел стать царем вместо Соломона. Садок помазал Соломона на царство. И в итоге он стал первосвященником. И именно от Садока произошел новый род священников. «Потомки Садока снискали благосклонность в глазах Бога и людей. Они славились своей чистотой и верностью царю». Когда Бог говорит Иезекиилю о новом священстве в новом храме, на новом небе и новой земле, то приводит Садока в качестве примера. Книга Иезекииля, 40 глава, 46 стих говорит, «Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему». А далее в книге Иезекииля, 44 главе, 15 стихе, сказано так, «А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от Меня постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне и будут предстоять пред лицом Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь», говорит Господь Бог. И в этом выпуске мы говорим о поколении Z, революции поколения в наши дни. Это поколение может установить новый священнический порядок на земле, порядок поклонения и верности Царю Иисусу. Оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту, чтобы рассказать вам больше об этом поколении поклонников. Я Кимми Саймон. Мы управляем Центром Поклонения УОР. А я Алекс Хейвуд, студент УОР. Когда ты на сцене, люди видят, насколько искренне ты поклоняешься. Они видят, да, Он точно знает Иисуса, Он знает, о чем Он говорит. Они чувствуют это и следуют за тобой. Но ты не можешь привезти людей туда, где сам никогда не был. Поэтому, когда вы ходите на сцену, будьте честны с людьми, и они пойдут за вами. Они переживут откровения о Божьей любви и изменения в своем сердце. Это обязательно произойдет. В Ефесе нам в 18.20 записаны сильные слова, особенно в 19 стихе. Павел призывает верующих в Ефесе исполняться духом и в поклонении, использовать псалмы, гимны и духовные песни. Современный верующий посмотрит на эти три фразы и решит, что они все значат одно и то же. У них похожие направления, но у них есть и особенности, которые открывают верующим, как поклоняться в эти дни. Псалмы — это песни поклонения, слова к которым взяты прямо из Священного Писания и Слова Божьего, как из Ветхого, так и из Нового Завета. Гимны — это песни, написанные человеком. А моя любимая часть — это духовные песни. Это когда вы связываетесь с Духом Святым и переживаете поклонение в Духе. Вы можете петь на своем небесном языке. Вы можете получить силу от Святого Духа, чтобы спеть песню, которая, возможно, еще даже не была никогда и никем написана. Павел говорит об этом не только здесь. Наше поколение хочет понять, кто мы. Многие из нас выросли без отцов, и мы поднимаем свою оценку с помощью отношений, порнографии, наркотиков, потому что очень часто мы не знакомы с любовью. В нашем поколении много безотцовщины. И когда мы понимаем, что Небесный Отец любит нас и беспокоится о нас, мы цепляемся за это, потому что хотим знать Божью любовь, прочувствовать ее на себе. Павел призывает верующих в Ефесе исполняться Духом и в поклонении, использовать псалмы, гимны и духовные песни. У них похожие направления, но у них есть и особенности, которые открывают верующим, как поклоняться в эти дни. А моя любимая часть — это духовные песни. Павел говорит об этом не только здесь. Об этом упоминается в Коринфянам и в Ветхом Завете. Я считаю, это сильный опыт. Сегодня на мировом влиянии мы говорим о поколении Z и о том факте, что Бог призывает их быть поколением поклонников. Мы рассматривали жизнь Садока, который установил новый род священников, который в итоге стал родом священников Израиля. Я хочу посмотреть на три вещи, которые были связаны с этим священством, с новым поколением поклонников, которые так важны сегодня для нас. Во-первых, поклонение должно быть чистым. 23-й псалом говорит нам, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою Своей напрасно и не божился ложным. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя Своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. Я считаю, что это поколение жаждет этого. Мы должны убедиться в том, что поклонение будет настоящим и чистым. Неискреннее поклонение смертельно опасно. Стивен Чернок сказал, «Без сердца — это не поклонение, а игра на сцене. А игра человека, не будучи таковым, — это настоящее лицемерие». Мы можем говорить, что мы поклоняемся Богу, хоть нам и не хватает совершенства. Но мы не можем говорить, что мы поклоняемся Богу, если нам не хватает искренности. Искренность, правдивость, честность внутри критически важны для поклонения. В книге Левит 10 главе рассказывается о двух сыновьях Аарона, которые принесли чуждый огонь Богу. Иными словами, они создали свой огонь и принесли его Богу. Это был не авторизованный огонь, как сказано в 10 главе. Так как они принесли ложный огонь, огонь не от Бога, они умерли. Не настоящее поклонение, а лицемерное поклонение, смертельно для церкви и для верующего. Слово «поклонение» происходит от греческого слова «proskuneo». Оно означает проявлять уважение или почтение. «Pros» значит «к», а «кунео» — «целовать». «Proskuneo» — «целовать к». Это Божие определение поклонения. Почтение, посвящение, проявление уважения, Божьего достоинства. Псалом 2, 11 стих в переводе «Месседж» звучит так. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом». «Поцелуйте Мессию». А Лука говорит нам в 22 главе. «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Божье Слово учит, что во многом поклонение — это когда мы целуем Бога, принимаем Иисуса, целуем Его всем своим сердцем. Оно подразумевает настоящую любовь к Нему. Но Иуда в Гефсиманском саду предал Иисуса поцелуем. Это было смертельно опасно. В итоге Иисус пошел на крест. Но это принесло смерть Иуде, как телесную, так и духовную. Мы видим, что бывает с ненастоящим поклонением в деяниях 5 главе на примере Анании и Сапфир. Они принесли Богу дар и соврали о Его цене. Бог требует от нас, чтобы, поклоняясь Ему, мы делали это искренне. Мы не обязаны быть идеальными, чтобы поклоняться Богу. Но нам нужно чистое посвящение Ему, иначе говоря, просто не прикидываться. Действительно любите Иисуса и открывайте Ему свое сердце в поклонении. Целуйте Сына, принимайте Его всем сердцем. Далее второе. Поклонение не только должно быть чистым, как это было у Садока, но оно также должно быть личным. Мы должны сами посвятить себя Иисусу Христу. Поколение Z любит технологии, но также желает взаимодействий с глазу на глаз. Во многом поклонение Богу — это время личного общения с Иисусом. Только вы и Он. Мы часто делаем это в группах и в больших собраниях. Но, по сути, поклонение — это когда вы оказываетесь с Богом один на один, и проявляется Ему любовь всем своим сердцем. Женщина у колодца должна была понять, что поклонение — это когда ты знаешь Бога лично. Женщина говорит Ему, «Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Иисус говорит ей, что ни на горе в Самарии и ни на горе в Иерусалиме нужно поклоняться Богу. Но вы можете поклоняться Богу там, где находитесь, если вы искренне и делаете это от всего сердца. Вы должны поклоняться Ему в Духе и Истине, то есть изнутри, от своего Духа и с чистотой Божьей истины. «Поклонение не связано с географией, но с личностью. Где бы вы ни были на земле, вы можете поклоняться Богу. Я поклонялся Господу в машине, в душе, в магазине. Где бы вы ни были, Господь готов открыть вам свою любовь, когда вы поклоняетесь Ему». Садок показал это в своем служении царю Давиду. Он был поклонником, когда шел за Давидом из Иерусалима или в Скинии, формально поклоняясь Богу. Далее у нас третий пункт. Наше поклонение должно быть не только чистым и личным, но и страстным. Все мое существо должно быть задействовано в поклонении Богу. И вот почему Божье Слово учит нас поднимать руки или падать на лицо. Оно требует как телесных, так и эмоциональных действий. Не забывайте, что мы проявляем любовь к Нему, и поэтому эмоции нужны. Поклонение должно быть страстным. Я верю, что в этом мире смятения, мусора, греха и бесчестия — это следовать за Иисусом всем сердцем. В 137-м псалме, первом стихе, сказано «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Эй-Дабл-Ю Тоузер сказал такие слова. «Я могу с уверенностью сказать на основании всего, что открыто в Слове Божьем, что любой мужчина или женщина на земле, которым надоело или не нравится поклонение, не готовы к небесам». Чарльз Сперджон сказал, «Я верю, что в публичном поклонении мы не должны быть связаны человеческими правилами или сдерживаемы стереотипами». Бог призывает нас быть страстными в нашем поклонении Ему, отдавать всю свою жизнь в поклонение. У Садока было чистое поклонение, личное поклонение, и он был страстным. Он был готов рискнуть своей жизнью, будучи верным царю. А как насчет нас? Страстны ли мы в своем поклонении? И является ли оно личным? Исходит ли оно из глубин любви к Богу? Чисто ли и искренне ли наше поклонение? Нет ли в нас лицемерия? Я верю, что Бог призывает поколение Z стать поколением поклонников и установить новый род священников, которые будут чисты, близки и будут желать с Бога, будут поклоняться Ему всем сердцем. Я вернусь к вам через минуту. Мы говорим сегодня о поколении Z, поколении поклонников. Сегодня на мировом влиянии мы говорили о поколении Z, поколении поклонников. Сегодня мы рассматривали жизнь Садока. Садок был священником во времена царя Давида. Он создал новый род священников при его сыне Соломоне. Жизнь Садока изменила мир. Он был чист перед Богом и верен царю. Я верю, что придет новое поколение, исполненное страстью и верностью царю Иисусу. Они будут служить Ему всем своим сердцем. В УОР студенты в восторге от своих отношений с Иисусом. Вы познакомились с некоторыми из них сегодня. Надеюсь, их истории стали для вас благословением. А как насчет вас и ваших отношений с Иисусом Христом? Можете ли вы по-настоящему обнимать и целовать Его? Или вы предаете Его каждый раз, когда идете в церковь и прикидываетесь, словно поклоняетесь, когда ваше сердце далеко от Бога? Если это так, то все может измениться сейчас. Остановитесь и скажите, «Господь, я нуждаюсь в том, чтобы твое сердце было во мне. Мне нужна чистота и искренность, чтобы поклоняться тебе со страстью». Заходите на наш сайт, поделитесь своими нуждами, и мы помолимся за вас. Важнее всего, чтобы вы открыли свое сердце Иисусу Христу и сказали, «Я буду твоим священником. Я буду поклоняться тебе всем своим сердцем. Я хочу быть частью нового поколения». Сегодня мы говорили о поколении Z. Я в восторге от того, что Бог делает с ним. Это поколение удивительное. Оно изменит мир. Многие из них так любят Иисуса, что создадут новую волну поклонения в мире. Я хочу присоединиться к ним, хоть я уже и не молод. Я хочу любить с ними Иисуса Христа. Сегодня мы были в университете Орла Робертса. Это мировое влияние, и мы делимся Иисусом с этим миром. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через Конгресс Empowered 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание, и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемена формата преподавания, и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова